С октября месяца 2018 года я проектор по централизации финансовой университеты при правительстве российских стран. И соответственно, действительно, сейчас в ВУЗе присутствует огромное количество решений, платформ, сервисов, которые мы оказываем. Нас к этому подвигают и нормативные акты. Нам говорят о том, что у нас должна быть информационно-образовательная среда, у нас должны быть сформированы портфолио, личные кабинеты. Я, честно говоря, в этом уже потерялся, сколько мне подходит. И все это должно нормально функционировать. Когда мы начали оценивать, что же происходит в ВУЗе, каким образом его там... У меня, кстати, интересная визитка такая в топик. С одной стороны написано проектор по цифровизации, а на английской версии написано по цифровой трансформации. Я сейчас начинаю понимать, что у нас за этим хайпом приходят и терминологические аппараты. Это, оказывается, два разных понятия, но я где-то на этом разделении живу. Так вот, про это разделение. Когда мы начали анализировать, что же мы хотим изменить в ВУЗе, то фактически свелось все в три основных направления, которые я для себя вывел. Я ни в коем случае не претендую ни на авторство, ни на правильность этого излечения. Но мы говорим о цифровой трансформации именно продукта. По продукту у нас два. Это образование и наука. То есть все, что связано с образованием и наукой, должно каким-то образом продукт пересмотреться. То есть он должен измениться. Мы говорим про изменение каналов продвижения. Продвижение я имею в виду продаж. То есть мы должны внедрять цифровые инструменты в саму продажу этих услуг. И, соответственно, у нас то, что мы зачастую уже сделали, у нас везде, у кого-то много, у кого-то более изощренная система, мы внедряем, мы цифровизуем канал доставки нашего образовательного либо научного контента. Но это у нас, как правило, уже у многих сделано. А можно сказать, у всех сделано? У кого сделано? У кого-то есть. А вот тут вот, я как раз хочу вернуть. Я хочу вернуться к представлению Олега, когда он меня присылал. Мы говорим, что сейчас услышим кейс. Кейс вы не услышите. По одной простой причине. Потому что, когда меня спросили на электорате, то есть я выступил с программы, как мы что-то будем менять. И сказали, а когда все это завершится? Скорее всего, никогда это не завершится. Поэтому тут, забегая вперед, им нужны связи с технологическими дегантами российскими. Ну так вот. И, соответственно, мы выбрали три направления. Соответственно, как мы видим развитие по этим правилам правилам? Ну, в первую очередь, я как и все, мы сейчас все долгое время грезим моками, цифровыми различными обучающими системами. Я начал смотреть, что у нас происходит с моками. Но мы, в отличие от вуза, который мы видим основным нашим конкурентом, мы не заявляем о том, что мы переведем все в онлайн-обучение, что мы отменим полностью лекции. У нас принято решение политическое, сейчас абсолютно взвешено, о том, что мы до 30% аудиторной нагрузки можем заменить онлайн-лекциями. Почему? Потому что есть две ценности, которые мы для себя понимаем. Первая ценность, которую мы даем, это высококачественное обучение. И она в основном строится на аудиторной, если говорить, кулуарной, бутиковой работе. И вторая ценность, которую мы даем, это нетворкинг. Изначально мы говорим о том, что ребята, раз вы попали учиться к нам, вы выйдете отсюда не только с знаниями, но и со связями, которые вам помогут в этом узком мире финансово. И поэтому полностью избавиться и полностью перевести на онлайн обучение мы не можем, но мы эту форму для повышения конкурентоспособности, мы ее формируем у себя и оставляем. Но когда мы изучили ситуацию у Ван Курсена, то выяснилась очень простая вещь. Помните известный анекдот времен Олимпиады 80? То есть когда иностранцы спросили, почему в магазинах нет ультуры, им сказали нет спроса. Они простояли у прилавка два часа, действительно никто не спросил. Вот примерно то же самое. То есть цепочка разомкнута. Нету продаж, не выстроена система продаж. Соответственно, раз никто эти курсы не потребляет, раз не построено, в отличие от классического учебного процесса, где присутствует приемная компания, где, соответственно, обеспечиваются выпуски и все остальное, здесь цепочки нет. Необходимо работать с продажей. Это первое. Ну и, соответственно, что здесь мы делаем? Я сейчас скажу, что мы в целом делаем, потому что делаем с коллегами с Яндексом. В целом, разумеется, это отработка программного обеспечения колл-центра, потому что мы должны обрабатывать все обращения. После чего идем по, соответственно, движению информации. У нас возникает тема, которая, я думаю, тоже у многих все внедрено, это СРЭ. Мы конкурируем не только за деньги, в отличие от коммерческих компаний, мы еще конкурируем за баллы ЕГЭ. И причем эти две категории у нас с вами находятся в противовесии. Чем больше мы денег захотим заработать, тем будет ниже баллы ЕГЭ. Поэтому вот этот баланс нам необходимо выдерживать. Выдерживать можно только управляемыми продажами. То есть, когда мы управляем тем контингентом, который к нам приходит. Соответственно, у нас возникает СРЭ. Если возникает СРЭ, как я и говорил, возникает вопрос базы знаний по своим образовательным ресурсам. То есть, у нас должен возникнуть сервис, в котором будут изложены все образовательные программы. И, неважно, оператор колл-центра, которых мы с вами прекрасно нанимаем все из волонтеров, то есть студентов, которые ничего в этом не понимают. Либо это человек, который заходит на сайт. Он должен получить одну и ту же достоверную информацию. Это обеспечивается базой знаний. Откуда, как мы будем прогнозировать, откуда эта база знаний возьмется? А вот тут возникает вопрос. Да, у нас есть трекинг с нашей IP-телефонией. У нас есть запись, допустим, трех тысяч звонков за прошлый год. Полезнейшая информация. Вопрос, что с ней делать? Тут мы планируем, в этом году мы отстраиваем базу знаний, и на следующий год мы планируем с коллегами из Яндекса, а может быть не Яндекса, чтобы у меня не было пропаганды, не готовьтесь. Вот, в конце концов, 44-й закон никто не отменял. Так вот, сформировать сервис, который позволит распознавать все эти записи, и по возможности классифицировать. Почему? Потому что это огромный кладезь информации, что спрашивают, как спрашивают, как отвечают. Дальше, замечательно, мы отработали то, что называется в коммерческих компаниях лидом. Лид у нас сформировал. А дальше что происходит? Мы отследили у себя, мы на часть факультетов дали IP-телефонию, и просмотрели, как вообще идет коммерция. А никак она не ведет. У нас из тысячи звонков обрабатывается, в лучшем случае, 50. 950 звонков пропадает между чаепитиями, разговорами и так далее. Соответственно, следующим этапом у нас идет создание системы IP-телефонии, которую мы у себя на астеристке потихоньку начинаем разворачивать, в этом году должны завершить полностью. Полный перевор. Ну и, соответственно, тут же возникает огромный пласт, я не согласен с вопросом идеального шторма, скорее, это ведение порядка. Когда мы все разбросали в дое, потом начинаете раскладывать. Вот так вот и тут. Почему? Потому что выясняется, что у нас заходит на все подразделения университета телефонных номеров, ну, как у меня телефонисты смеялись, больше, чем на город Орел. То есть там несколько тысяч номеров заходит непонятно откуда, непонятно куда, непонятно зачем они вообще нужны. Как у вас с отделом как делается я, то есть если требуется проводной номер на проэлектор и ректора, там еще что-то, или у вас этих нет проблем? Смотрите, ну, у меня, в принципе, у ректора есть много чего, да, то есть там, соответственно, есть и двойка и так далее, да, то есть мы эти вопросы опускаем, проводные телефоны мы вообще не рассматриваем. Есть телефония, она в любом случае остается проводной. Другое дело то, что она перерастает в IP-формат, да, то есть когда у нас телефон через RG45 подключается, а какая разница-то? Вот, если необходимость возникает каких-то дополнительных, ну, у ректора стол большой. Еще один телефон, пожалуйста. Вряд ли вы пишете и написаете разговоры ректора? Нет, конечно. Ну, так, когда не могу говорить не слово. Здесь весь вопрос записи и анализа. Еще раз, записывать и анализировать можно все. Вопрос, зачем, да, то есть вот возникает вопрос конкретного бизнес-кейса для продаж. Когда мы отрабатываем, как будет отработан лид. И вот наша задача, чтобы когда с первой линии поддержки, то есть когда оператору колл-центра, лид уходит на экспертную линию, когда уже там это будет департамент, кафедра, факультет, чтобы там он у нас не сгорел, чтобы там было отработано нормально, чтобы туда внедрить хорошие практики продаж, которых, собственно говоря, вузы, как правило, лишены. Это первая часть. Наша задача сформировать потребность и правильно отработать маркетинг. Это то, что касается цифровизации каналов продвижения. Я хоть их в середине упоминал, но они первоначальные, потому что нету спроса, не управляем спросом, не управляем продажами, не все остальное бессмысленно. Ну, дальше смысл от этого онлайн-курса превратится в игрушку для посвященных. Но это не будет продукт, он не будет продаваем. То, что касается непосредственно основного... Второй блок у нас, который мы видим, это цифровизация образовательного процесса. В большей степени работа с продуктом. Так или иначе, мы сейчас записываем курсы для лектори, пробуем работать с Курсерой. Не совсем все там просто получается у нас. Есть сейчас порядка 38 онлайн-курсов под полноценных МОКов, которые мы создали. Что-то из них уже получил какие-то награды. Я не совсем человек из среды онлайн-образования, то есть, как я по полноценным общаюсь, но предполагаю, что это нормальные показатели. Мы выйдем и будет абсолютно нормально. Но! Что здесь? Мы столкнулись. У нас есть внутренняя, не буду говорить производителя, онлайн-платформа для обучения. Все здорово. Но раз мы увеличиваем, а мы заявили и увеличиваем объем онлайн-обучения, то значит, эта платформа должна существовать 24 на 7. Поддержиться 24 на 7. И здесь не вопрос моих специалистов плохих. У меня замечательный специалист. У меня лучшая команда, в которой я в каком-либо в УЗе работаю. Лучшая команда. Весь вопрос в том, что я не могу управлять бульдозером, который перекопает в ненужный момент абсолютно оптику передвузом. И я не могу управлять скоростью. Я не могу управлять в полной мере своими электриками. Особенно, когда выгорает не один из вводов, а АВР. Вот выгорел АВР, и без разницы уже, что там будет происходить. То есть это уже... Что? Сколько ты вложил... Да, да, да. Ну, то есть, как есть известная шутка, что чтобы зарядить аудиторию, да, айтишник всегда считал главным человеком в университете, пока его не перебудил электрик, да? У нас опыт есть, я в Севастополе работаю, и мы пережили в локалов. То есть практически каждый важный объект снабжен резервной энергобазы. У нас серьезные аккумуляторные базы на идре сети. Поэтому, ну, я полностью согласен. Я был город, как из фильма «Ходячий мертвец». Вот. Да. Один в один. Но здесь вопрос, где будет сервис. И у нас, мы вообще переживали ряд скачков напряжения, если по городу были, выбивало все сервисы, кроме тех сервисов, которые мы уже успешно перенесли. Вот я могу говорить, потому что контракт есть. Вот мы перенесли в Яндекс.Облако. Банально, то есть, на мой взгляд, не надо как-то усложнять себе жизнь. Вы хотя бы существующий у вас мудр перенесите уже в облачную инфраструктуру. Не важно, там, допустим, это будет Яндекс, это будет Google, это будет Амазон. Вам уже проще будет жить, допустим. Но, соответственно, здесь то, что мы видим, у нас статьё это заложено как увеличение серверных мощностей. Но, когда мы посчитали, сколько на наши все, как говорится, похотелки нужно серверов закупить, то мы поняли, что нам ректор эту сумму, несмотря на то, что наш университет носит название финансовое, не подпишет никогда. Поэтому мы, соответственно, ушли в... Секрет сколько? Я только что то же самое посчитал на два года. У вас это секрет, сколько вы в этой сумме? Ну, там десятки миллионов. Поэтому, если нормально это делать, опять же, да, смотрите, ну вот я могу просто сказать из опыта предыдущего вуза, что значит построить сервер? Это не купить сервера. Это, соответственно, пошло фальш-полы, прецензионное охлаждение, система пожаротушения, помещения, вплоть до антистатической краски. Это всё минимум 30 миллионов рублей. Ну, то есть, это вы заново строите? Это если заново строите, да. У нас у меня уже есть. Мы когда придумали сух более или менее много цифровых статей, мы в процессе описали, потом все системы не открутили, как-то обучить. Выдем, сели с начальника нашего центрового управления, сидим, говорим, а еще нам нужно посреди площади, главный, буду поставить, не пострел, а с серверами. И это всё равно не обеспечит отказоустойчивость, что самое интересное. Поэтому, соответственно, здесь в рамках развития именно онлайн-образования мы выделили средства на, с одной стороны, сферу оборудования, с другой стороны, мы сейчас их утилизируем под облачные сервисы, которые связаны с технологической платформой, потому что по-другому это взлететь у нас, мы понимаем, что не можем. И есть еще ряд сервисов, которые уже к онлайну не имеют отношения, они у нас идут через программу информационной системы управления, а это преподавательские сервисы. У вас преподаватель должен заполнять журнал нагрузки, у вас он должен, руководитель кафедры, департамента, соответственно, распределять, делать закрепление нагрузки. И все эти сервисы, они массово выстроены, они тоже, как ни странно, должны быть 24 на 7, потому что преподаватели, оказывается, нагрузку заполняют ночью. И вот эти сервисы, у меня тоже сейчас руки чешутся, также перевести на облачные платформы, которые... сейчас они внутри крутятся, ну... смотрите, если я сейчас начну рассказывать про платформу, потому что у меня сейчас в контуре есть 1С, у меня есть Галактика, и так далее. То есть у меня там такое... Причем, я предостерегаю, тут тоже прозвучала фраза такая замечательная, у нас там Венегрех. Вот Олег не даст соврать. Я не знаю, как у него было, когда он в 13-м году, я тоже в 13-м году приходил на Microsoft, и первое поручение, которое дал мне мой руководитель, зарегистрироваться в 17-ти информационных системах. Совершенно верно. Вопрос по 152-му ФЗ. В аудитории есть человек, который даст в любом случае ответ на 152-й ФЗ? Не взял я его с собой, есть у меня... Нет. В центробанке работал, информационная безопасность... Смотрите, по 152-му ФЗ я не буду давать конкретику, чтобы официально не... Что называется, не политься, да? Но я могу сказать, мы исходим из принципа хорошей морской практики. То есть, что... То, что критично, разумеется, оно должно быть изолировано и устранено. То есть у меня нету, в общем, контроль персональных данных и так далее. Обезвлечивание. То, что касается... Там, где это целесообразно, там, где целесообразно, мы идем на сделку с совестью. Ну, понятное дело, да? То есть, когда мы говорим о... Можно заключить партнерское соглашение, как два оператора персональных данных. Смотрите, есть вопросы... Это первое. Здесь, то, что касается 152-го ФЗ, если смотреть на технологические перспективы, я все-таки то, что вижу у Яндекса... Я просто очень много отвечал на те вопросы, которые были связаны с Office 365, и размещение серверов в Орландии, и в Голландии, в Microsoft, поэтому я помню все эти ужинки и отговорки, которые у нас там возникают. Здесь Олег правильно сделал акцент на то, что все это размещено в России. Да, ко мне сейчас приходят коллеги, которые говорят, у нас... Мы готовы забрать все риски по 152-ому, на себя, если вы у нас будете размещать на нашем облачном сервисе. Когда мне говорят забрать все риски, мне кажется, это тоже определенная номинализация, то есть все равно отвечать буду я. Поэтому по 152-ому, извините за уклончивость ответа, но, наверное, такая же ситуация у всех коллег, которые здесь присутствуют, у кого есть IT-система. Мы всегда находимся на, опять же, на балансе. С одной стороны, мы вынуждены... И нам все говорят, к нам приходит последний, не знаю, лаборант с кафедрой и говорит о том, что вот мы хотим такой-то цифровой сервис сделать у себя, да, и ты прекрасно понимаешь, что это входит в противоречие с действующей редакцией 152-го ФЗ. И вот на этом балансе, наверное, вот это и есть искусство современного, там, CDO, CIO, неважно. Алексей, мне вопрос к вам и, наверное, к коллегу тоже, да, упомянутая вами проблема о цифровке аудиозаписи с интересным контентом, да, она тоже стоит. Я, конечно, понимаю, что, может быть, Яндекс сразу потеряет к нам, к маленькому плану, интерес, мы не готовы, естественно, финансировать пионерские разработки, то есть в этом плане. мы бы хотели прицепить свой маленький вагончик к большому пароводу, который двигается как бы в этом направлении. Что вы можете писать, как сказать, пришло время вот этих вот вещей в соотношении цена-качество? Вы знаете, ключевой вопрос, ключевой вопрос, и ответ на этот вопрос вы ждали, когда я выходил сюда, да, он заключался в чем? И этот же вопрос сейчас будет задан вам под град, поскольку я понимаю, да, он связан с тем, что находить правильные кейсы, вот ключевой факт найти правильный кейс. Для себя мы кейс по оцифровке, по систематизации аудиозаписи вот этого шума, да, мы нашли, да, то есть тем, что мы будем выискивать те поинты для продаж, где мы теряем наших потенциальных абитуриентов, наших клиентов, да. Вы их расшифровываете? Вы их переводите? Смотрите, этот год, этот год мы поступили как, ну, не очень эффективно. То есть мы посадили волонтеров расшифровывать. Ну, мы тоже этим занимаемся, уже много лет. Это только следующий год, то есть мы просто потому, что когда мы начали обсуждать это с Яндексом, реальность всего этого стала для нас понятна слишком поздно. То есть мы где-то в апреле начали понимать, что это реально, а в июне у нас уже стартует приемная комиссия. Идти на риск за два месяца обещать функциональному заказчику сервис, который я сам руками не пробовал, я в нем не уверен, я не хочу. Поэтому здесь для нас этот путь. Ну и соответственно, я бы на самом деле все бы сервисы, которые у меня касаются веба, то есть веб-представления, но отпускаем 1С, допустим, контингент 1С зарплаты и кадры, я бы все-таки портировал бы на внешний урок. Поэтому то, что касается сейчас, у меня мысль такая, я сейчас постоянно с ней борюсь со своими инфраструктурными командами внутри, о том, что ребята, давайте вы будете мозгом переключаться из затрат на закупку и поддержку сервисного оборудования на затраты на поддержку и закупку технологической платформы. Наверное, как и так. Олег, у вас ничего добавить? Я готов отвечать на вопросы. Я могу отдельно рассказать, у нас есть это решение по голос, текст голос, называется Яндекс.Печки, оно также доступно лично открытой API, для того, чтобы попробовать это не копейки, буквально копейки, а не рубли, условно говоря. Это для микро и малого бизнеса. В том числе, это от микро, то есть этим пользуются от огромных полцентров, крупных операторов связи, где нужна в том, чтобы речевая аналитика.